Боевики на Донбассе ударили из тяжелых орудий по мирным жителям. Жилые дома в поселке Луганское обстреливали из артиллерии 122-го калибра. Чудом никто не пострадал, но люди остались без электричества. А вот в армии без потерь сегодня не обошлось. Один военный погиб и еще один был ранен. Противник вел огонь по украинским позициям возле Зайцева, Крымского, Водяного, Шахте, Бутовка. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Поселок Луганское. Ремонтные бригады восстанавливают линии электропередач и газопровод. Мирные жители приходят в себя. Окупанты ударили из артиллерии по жилому сектору. Чудом никто не пострадал. Десятилетняя Диана говорит, осколок от снаряда залетел в окно и пролетел в нескольких сантиметрах от нее. Потом я испугалась и я подумала, что это очень сильно близко. Но это правда близко было. Плохие дяди, больше так не делайте. Для местных жителей уже давно не секрет, откуда к ним прилетают смертоносные сюрпризы. Со стороны Горловки летело, снова Горловки, с той стороны летело. В этом году первый раз. Постраждали помешкане, местных жителей. Выбитие икна, пошкоджено дах. Также было сруйновано подстанцию электричную, пошкоджено промысловую мережу электрожиления и высоковольтную мережу. Армейцы фиксируют обострение вдоль всей линии фронта. На северном фланге Светлодарской дуги враг ударил из крупнокалиберной артиллерии по селу Троицкому. Ну примерно где-то 120-125 артиллерийских, смотрите, буквально вот по поясу. А это нулевая позиция наших бойцов в районе Троицкого. Солдаты говорят, таких обстрелов здесь не было с февраля 2015 года, когда велись бои за Дебальцево. Там было все, 120-й, 80-й, САУ и работал танк. Давненько такого не было. Три года назад на этом месте погиб экипаж нашего танка. Бойцы установили мемориальный знак. Танк здесь так и остался, но, к сожалению, враг его видит как на ладони. Боевики используют железную громадину как ориентир для наводки своей артиллерии. Извините, как-то его замаскировать или убрать у нас просто нет возможности. Канонада вдоль линии соприкосновения раздавалась непрерывно. Поэтому военные стараются по минимуму находиться на открытой местности. Говорят, оккупантам пришел очередной так называемый гум-конвой. Снарядов они не жалеют. Да, больше сотни это однозначно. Потому что за полтора суток, я же говорю, головы некогда было поднять. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Подробности телеканал Индер.